МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Законодательное собрание Василий Иванович Суханов. Здравствуйте. Добрый день. Василий Иванович, первый вопрос. Есть ли в Нижнем Новгороде настоящий туристический поток? И если есть, то как его может быть увеличить, сделать больше? Есть туристический поток, а есть еще туристический потенциал. Туристический поток, для нас это понятно. Просто взяли по головам, посчитали туристов, которые приехали, спросили у них цель визита, деловой туризм, религиозный, бизнес, познавать. Исторический. И нам сразу становится понятно. Вот этот туристический поток у нас колеблется, я думаю, что сейчас от миллиона до миллиона двухсот тысяч. Туристический потенциал – это другой показатель. Это насколько востребован или может быть востребован город Нижний Новгород для туристов. Я считаю, что в настоящее время туристический потенциал Нижнего Новгорода реализован на 10-15%. Это абсолютно объективно. Объясняю почему. Я недавно был на совещании в Санкт-Петербурге, где выступал заместитель министра культуры Российской Федерации Манилова. И на этой конференции первый раз вообще в истории, я думаю, Российской Федерации была озвучена государственная политика Российской Федерации в сфере туризма. И где было сказано, да я говорю почти дословно, о том, что въездной внутренний туризм в Российской Федерации является формой формирования позитивного имиджа России на международной арене. Какие направления? Это Европа. Европу интересует исторический туризм. Город Нижний Новгород с его уникальнейшими способностями в сфере исторического, познавательного, религиозного туризма представляет абсолютно неоткрытую, непрочитанную книгу, потому что город длительное время был закрыт, и поэтому он не попал в Золотое Кольцо. Далее следующий вопрос. Гигантский туристический поток со стороны Китая. И наше красное наследие. Да, наше красное наследие. Это неограниченная возможность показывать это то, что интересует китайских туристов. Начиная от выставки военной техники в Кремле, потому что там видно вклад города Нижнего Новгорода в Великую Победу, значит, достижение индустриализации, которая очень сильно интересует китайских туристов, значит, самая крупная в Европе канатная дорога, проезжая по которой видишь всю правильность выбора географического местоположения города Нижнего Новгорода. Поэтому у города Нижнего Новгорода гигантский туристический потенциал, который подкрепляется чемпионатом мира 2018 года, за счет которого мы создаем хорошую инфраструктуру туристического обеспечения. Туристический потенциал гигантский, но, к великому сожалению, он не используется. Просто так интересно вы сказали, 10% используется, и это миллион человек. Если пропорцию составить, то в 10 раз больше. Там нелинейная зависимость. Ну, то есть, сколько может быть реальных гостей? Ну, вы знаете, для меня ориентир – Казань. Казань – это 3,5 миллиона человек. Сумасшайте, это колоссальный вклад в экономику области. Потому что 3,5 миллиона человек – это люди, которые приезжают, покупают, пользуются инфраструктурой. Как раз то, что не хватает для того, чтобы перейти в режим устойчивого саморазвития. Туристический потенциал, реализовывать туристический потенциал должны с того, что краеведы должны написать великолепную, читаемую историю с точки зрения туризма, привлечения истории той территории, о которой мы говорим. Вот про инфраструктуру мы начали с вами говорить. Инфраструктура, которая создается в чемпионат мира по футболу, может стать, с одной стороны, и точкой притяжения для туристов, с другой стороны, и для развития? Конечно. Вы знаете, везде, во всех субъектах России, сейская федерация, которые принимали участие в крупных международных соревнованиях, которые готовятся к проведению чемпионата мира, у них везде существует раздел, так называемое наследие. Вот это наследие, это богатейшее наследие, которое нам достается от чемпионата мира 2018. Стадиону надо добавить, мы получаем станции метро, мы получаем скоростную дорогу, мы получаем проспект молодежный, мы получаем инфраструктуру, которая соответствует современным международным требованиям. Нужно решить вопрос только со стадионом. У каждого депутата, у каждого активного жителя Нижегородской области свое видение, поэтому надо найти какой-то компромисс, надо найти какое-то оптимальное решение. Как вы считаете, туризм вообще может стать таким катализатором развития, катализатором экономического роста, может быть, вот так вот? Конечно, может. Вы знаете, вот посмотрите, я, конечно, может быть там банален в своем примере, вы посмотрите Арабские Эмираты. Там несколько десятилетий назад песок, пустыня и добывающая нефть. Сейчас основной доход, один из основных доходов, это туризм. Вы посмотрите, как Турция билась за российские чартеры. Туризм, дальше Европа. Все эти города, значит, крупные европейские, сейчас уже все мельче и мельче, они бьются за туристические потоки. Почему? Потому что все составляющие нормального развития городов, они поддерживаются за счет туристического потока. Люди приезжают, они идут, развивается сфера услуг. Развитая сфера услуг в конечном счете кончается тем, что улицы чистые. Туристы не поедут туда, где грязные улицы, где опасно на улицах. Люди едут туда, где тихо, спокойно, комфортно. Красиво, есть что-то смотреть. Вот поэтому я думаю, что у Нижнего Новгорода величайший потенциал в этом плане. Васян, спасибо вам большое за участие в программе. Всегда рад. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok